Продолжение следует... В Ассоциации наше государство рассматривает как инструмент для достижения цели, членства в ЕС. Евросоюз больше, чем эксклюзивный клуб богатых наций. Это идея единой Европы. Таким образом, сегодня все страны, входящие и не входящие в ЕС, сделали важный шаг, чтобы приблизить эту идею к реальности, подчеркнул президент Украины. Продолжение следует... В соответствии со статьей 49 договора ЕС. Соглашение об ассоциации рассматривается Украиной как инструмент подготовки к этой цели. Эти соглашения не финал развития наших отношений. Евросоюз будет помогать Украине на этом пути политически, технически и финансово. Общая цель – ваша полная интеграция в рынок Европейского Союза, самый большой и богатый в мире. Безвизовый режим сблизит нас, и он уже введен для Молдовы. Перемены внутри общества в системе управления принесут более благополучную и безопасную жизнь украинцам. Жизнь в семье европейских стран, к которым они по праву принадлежат. Напомним, Украина и Евросоюз подписали сегодня экономическую часть соглашения об ассоциации, которая предусматривает создание зоны свободной торговли. Аналогичные соглашения с ЕС сегодня завизировали Грузия и Молдова. Это большое достижение не только для этих государств, которые стремятся к верховенству права, проведению реформ, открытому обществу, но и для всей Европы, заявил председатель Еврокомиссии Жозема Нольборозу. Экономическая часть документа предусматривает глубокую экономическую интеграцию Украины с ЕС, а также создание широкой и всеохватывающей зоны свободной торговли. Соглашения об ассоциации должны ратифицировать все страны-члены Евросоюза и Киев. Однако ранее Европейский Совет одобрил временное применение определенных частей соглашения, которые начнут действовать еще до того, как страны ЕС ратифицируют документ. К таким пунктам относятся положения зоны свободной торговли, действия которых начнется по ожиданию сторон с осени этого года. Напомню, политическую часть ассоциации с ЕС Украина подписала 21 марта. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Ландом. Об этом сообщает сайт президента. Стороны обговорили выполнение мирного плана Петара Порошенко по урегулированию ситуации на востоке Украины. Европейские политики выразили обеспокоенность по поводу нарушения боевиками в Донецкой и Луганской областях режима прекращения огня. Все конфликтующие должны выполнять взятые на себя обязательства, подчеркнули Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Аланд. Стороны согласились, что позиция ЕС в этом вопросе должна быть более решительной. Еврокомиссар по вопросам расширения европейской политики соседства Штефан Фюлли называет очень мощным заявление украинского президента Петра Порошенко относительно европейского будущего для Украины. Оно было сделано в одностороннем порядке и очень мудро связывает подписанное сегодня соглашение с видением, которое есть у Украины относительно ее будущего, сказал Фюлли украинским СМИ в Брюсселе. Он также подчеркнул, что лично он верит в будущее членства Украины в ЕС. От подписания экономической части соглашения об ассоциации с ЕС выиграют в первую очередь украинские производители, так как они получат серьезный стимул для модернизации своих предприятий, что приведет к улучшению качества их продукции. Об этом заявил один из авторов документа Тарас Качка. По его словам, от введения широкой зоны свободной торговли с Евросоюзом выиграют все – производитель, потребитель и государство. Хотя для модернизации предприятий ей понадобятся миллиардные инвестиции. Однако, если Украина пройдет этот путь, у нее есть шансы существенно поднять экономику уже в первые 2-3 года после подписания ассоциации с ЕС, считает эксперт. От торговли с Европейским Союзом, от того, что вы можете продать – бочку меда, вагон сахара или, например, много ящиков помидоров – выигрывает не так государство, не так Министерство финансов, которое собирает налоги, а тот фермер, тот производитель меда, тот пасечник, который продал продукцию и получил свою выручку. У него будет чем накормить свою семью. Он сможет выплатить зарплату своим работникам. Европейский Совет призвал все стороны конфликта в Украине выполнять мирный план президента Петра Порошенко по урегулированию ситуации на Востоке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Кроме того, Совет призывает правительство Российской Федерации активно использовать свое влияние на незаконные вооруженные группировки и остановить поток боевиков через границу. Также Совет поддержал решение Еврокомиссии запрете импорта товаров из Крыма и Севастополя, у которых нет украинского сертификата. Если на Востоке Украины не поддержат мирные инициативы президента Петра Порошенко, то альтернативы введению военного положения на Донбассе нет. Такое заявление сделал председатель Верховной Рады Александр Турчинов. При этом он отметил, что сейчас глава государства ищет способы урегулирования ситуации мирным путем. По словам Турчинова, сегодня имеет место полномасштабное военное вмешательство Российской Федерации. Необходимо закрывать войсками границу. В то же время, учитывая особенности украинского законодательства, пока на Донбассе не введено военное положение, мы можем проводить только АТО, пояснил спикер. Также он высказал мнение, что досрочные парламентские выборы в стране необходимы, однако проводить их нужно только после стабилизации ситуации на Востоке. Боевики продолжают атаковать силы АТО в Артемовске, Донецке, Краматорске и Славянске. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА. Напомню, сегодня ночью четверо военных погибли, пятеро получили ранения во время боя под Краматорском. По словам Дмитрия Томичука, террористы при помощи российских танков штурмовали блокпост номер один близ Краматорска. Одновременно ввели минометный обстрел блокпоста сил АТО. В результате ответных действий украинских военных один танк противника уничтожен и один захвачен. Боевикам удалось подбить четыре наших БТР и один миномет. Террористы обстреляли также позиции сил АТО на горе Карачун близ Славянска. По данным Томичука, одного украинского военнослужащего ранили. Около пяти утра в Артемовске бандформирование захватили воинскую часть. Ее обстреливали из танка, стрелкового оружия и подствольных гранатометов. Украинские солдаты отбили штурм. Потерь среди силовиков нет, отмечает военный эксперт. Также в Артемовске неизвестные обстреляли рейсовые автобусы, в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, инцидент произошел после обстрела воинской части вооруженными боевиками. Получив несколько выстрелов в лобовое стекло, водитель автобуса потерял управление и врезался в гараж одного из частных домов. Мужчина погиб на месте. Пострадавшую женщину доставили в хирургическое отделение, где она скончалась от тяжелых ранений. На Украине на российской границе закрыто 9 пунктов пропуска. Из них 5 международных, 4 автомобильных и 1 железнодорожный. Об этом сообщил спикер Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. Напомним, кабинет министров одобрил решение о прекращении движения через 8 пунктов пропуска в Луганской и Донецкой областях на границе с Россией в начале июня. В Луганской области закрыты пункты Должанский, Червоно-Партизанск, Красная могила, Новоборовцы, 2 Краснодарских, Северный, а также с конца месяца стало известно о приостановлении работы в Изварино. В Донецкой области закрыт пункт пропуска Мариновка. Виталий Кличко официально вступил в должность главы КГГА. Нового председателя Киевской городской госадминистрации сотрудником представил глава администрации президента Борис Ложкин. Он зачитал соответствующий указ президента Украины. Виталий Кличко в своей речи сообщил, городу нужны реформы и главная задача, которую ставит перед собой столичная власть, в корне изменить ситуацию в Киеве. Прежде всего речь идет о преодолении коррупции и возвращении незаконно отчужденных объектов, а также о привлечении инвесторов для усовершенствования инфраструктуры города и строительства объектов, которые требуют значительных вложений. С этого момента это уже официальная ответственность и лежит она теперь на каждом из нас. Для того, чтобы изменения произошли, чтобы начались они с Киева, для того, чтобы жить по-новому. Это ключевые принципы, с которыми мы шли, которые поддержали киевляне, из которых мы должны начать реформы в столице. Украина простилась легендарным политиком, дважды председателем Верховной Рады Иваном Плющом. В церемонии приняли участие два президента Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, премьер-министр Арсений Оценюк, спикеры парламента Александр Мороз, Владимир Рыбак, Александр Турчинов. Депутаты всех созывов и неравнодушные украинцы. Настоящий патриот. Именно эти слова звучали первыми в адрес Ивана Плюща из уст тех, кто пришел почтить его память. Все отмечают его активную политическую деятельность, открытость, простоту и незабываемое чувство юмора. Иван Степанович – незаурядная личность, великий политик, великий украинец, великий гражданин своего государства. Я хочу выразить большие надежды на то, что Украина продолжит идти той дорогой, которую определили лучшие люди страны, народ Украины, среди которых одна из величайших фигур – Иван Степанович Плющ. Ну и пока на этом все. Далее полезная информация о мировых и украинских индексах, а также ценах на энергоносители. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok